Петра Ильича Чайковского В симфоническом жанре то, что было новым и в русской музыке, и, пожалуй, в музыке вообще. Это жанр психологической драмы. Я сейчас попробую объяснить, что же это значит. Программная музыка – это музыка, принадлежащая целиком и полностью романтическому периоду музыки. То есть в музыке появился довольно четко прослеживаемый сюжет. И основоположником этой сюжетности в музыке был Гектор Берлиоз, французский композитор, который написал свою знаменитую фантастическую симфонию в 1830 году. В 1847 году Берлиоз приезжает на гастроли в Россию, с успехом представляет свою фантастическую симфонию и не только представляет эту симфонию, но и делает так, чтобы эта симфония стала наиболее популярной в России. А именно он посвящает всю эту симфонию Николаю Первому, государю-императору Всероссийскому. Естественно, симфония становится не только любимой при дворе, но и во всей России. И, пожалуй, эта симфония повлияла на практически всех русских композитов. Не только потому, что она стала невероятно популярной, но и действительно потому, что это одно из наиболее новаторских произведений в искусстве. Что же такое фантастическая симфония? Фантастическая симфония – это не только произведение, которое имеет определенную сюжетность, но это произведение, в котором композитор позволяет себе быть очень эмоциональным. Как он это делает? Эмоциональность в музыке до того, вот такая откровенная эмоциональность, не очень-то приветствуется. До этого музыка, классическая музыка, барочная музыка более абстрактная. А тут на первый план выходит исключительно эмоция. Что делает Берлиоз? Он использует, в общем, запрещенный прием. Он объявляет, что все части этой симфонии не просто его вымыселами, не просто то, о чем он думал, а это опиумные сны. Сейчас не принято об этом говорить, ну просто потому, что наркотики сейчас, мягко говоря, не в моде и правильно. Но, тем не менее, это не отменяет то, что Берлиоз позиционировал свои части произведения как опиумные сны. Симфония посвящена тому, что композитора главного героя бросает его девушка, и эта девушка появляется вот в этих страшных, кошмарных снах. Это и сцена в полях, довольно напряженная. Это и сцена казни, где он видит эту девушку, всходя на эшафот. Это и сцена балу сатаны и так далее и тому подобное. И вот, несмотря на достаточно конкретную сюжетность, Берлиоз позволяет себе быть более драматическим. Он позволяет эмоциям вырваться наружу. Петр Ильич Чайковский следует прямо за ним. Мы это можем уже увидеть в очень интересном произведении. Это музыка, написанная бедрами «Островского гроза». Петр Ильич в это время всего лишь студент второго курса. Тем не менее, Николай Рубинштейн, один из педагогов, сразу же замечает необыкновенность этой музыки. В этой музыке сразу слышна ранимая душа. Мы все знаем, что жизнь состоит, как говорят, из 10% событийности и 90% того, как мы на это реагируем. Вот об этих 90% и пишет Петр Ильич Чайковский. Самым, пожалуй, что краеугольным произведением в создании психологической музыкальной драмы является «Четвертая симфония» 1877. Эта симфония была написана и премьера состоялась под руководством того же Николая Рубинштейна, педагога Чайковского, друга Чайковского. Сразу же вот эта психологическая драма заявила о себе. Совершенно иная музыка, абсолютно построенная по жанру эмоциональной карты. Это не столько событийная карта, сколько карта эмоциональная. Откуда мы это знаем? Не только из музыки мы знаем, это еще и, к счастью, из той переписки, которую Петр Ильич Чайковский ведет со своим братом Модестом. И особенно со своей покровительницей Надеждой Филаретовной фон Мек. Фон Мек появляется в жизни Чайковского достаточно неожиданно и в момент, когда Петр Ильич находится в сложном финансовом положении, прежде всего. В таком сложном, что он пишет царю в 1876 году, царю Александру с просьбой отдолжить ему 3000 рублей. На что царь реагирует достаточно неожиданно, он не только тут же присылает ему требуемую сумму, но еще и утверждает, что сумму эту возвращать композитор не должен, что это подарок. Чайковский фактически раздает долги и еще должен 800 рублей. И вот тут-то Надежда Филаретовна фон Мек, очень необычная женщина, выступает на сцену жизни Чайковского. Она, прежде всего, полностью поглощена музыкой Чайковского. Ей настолько нравится эта музыка, что она тут же заказывает несколько фортепианных пьес и щедро расплачивается за них. Кроме того, когда она узнает затруднительное положение композитора, она выделяет 6000 рублей в год. По тем временам огромнейшая сумма на содержание Петра Ильича Чайковского. И в течение 13 лет Петра Ильич абсолютно свободен от каких-либо обязательств. Он не только не должен ходить на службу, он перестает преподавать ученикам, а он в это время уже преподавал в Московской консерватории директором, который был Николай Рубинштейн. Он получает абсолютную и полную свободу творить. Итак, Надежда Филаретовна фон Мэг сыграла ключевую роль в творчестве и в жизни Петра Ильича Чайковского. Но она еще и сыграла ключевую роль для нас, для тех, кто интерпретирует музыку Петра Ильича. Потому что то богатство, которое сосредоточено в письмах, в переписке фон Мэг с Чайковским, не только то, что пишет фон Мэг Чайковскому, естественно, но и то, что отвечает Чайковский фон Мэг, то, как он описывает свое состояние, свои творения, то, как он пишет, это абсолютно бесценно для нас, для интерпретаторов этой музыки. И вот в этих письмах он начинает описывать свою музыку эмоциональными эпитетами. Он говорит, например, о том, что открытие Четвертой симфонии его – это судьба. И мы, безусловно, слышим это сразу же в тех невероятно сильных аккордах, которые могут посоперничать с интродукцией, с началом Пятой симфонии Петховена по своей силе. Он говорит и о тех темах надежды и разочарования в той или иной части. Он пишет о том, что, к примеру, в той же Четвертой симфонии в медленной части разочарование предыдущего года сосредоточено в одной ноте в фабикаре. Это он описывает достаточно детально. Ту тему, которая сначала проходит, начинается у Габоя, а затем она передается велончелям и потом уже всему оркестру. Итак, это невероятно эмоциональный нокаут в этом произведении, когда в одной ноте вдруг передается такое количество разнообразия эмоций. Субтитры создавал DimaTorzok За 10 лет до Четвертой симфонии Петр Ищековский пишет очень интересное произведение. Это произведение написано по драме Шекспира «Ромео Джульетта». Пишет он это произведение по настоянию Балакирева, одного из первых так называемой «Могучей кучки», о которой я уже упоминал в первой лекции. И первый вариант этого произведения Балакиреву совершенно не нравится. Несмотря на то, что Чайковский посвящает это произведение Балакиреву, Балакирев говорит, что, конечно, он не против посвящения, но обрушивается на композитора с критикой. Чайковский переписывает это произведение шесть раз. И мы говорим не о том, что он что-то поправляет в течение этих шести раз, а он с начала до конца переписывает это произведение шесть раз. И наступает тот интересный момент, когда на первый план в этом произведении выходят не столько и не только главные герои «Ромео Джульетта», а «Отец Славянца». «Ромео Джульетта» Отец Лоренцо – это тот самый персонаж, который является невольным убийцей двух молодых влюбленных. И тут возникает интересная связь между самим Петром Ильичем Чайковским и отцом Лоренцо. Уже в первых аккордах хорала, который посвящен отцу Лоренцо, и в последних аккордах, на последних страницах партитуры, мы слышим то, что сопровождало Петра Ильича всю жизнь. Это неуверенность в себе, это сомнение в собственных силах, это понимание своей значимости, с одной стороны, это желание творить добро, это немой вопрос, обращенный к небесам. может ли человек, переполненный любовью, человек, который хочет сделать столько хорошего, быть невольно, быть убийцей. Дорогие друзья, мы продолжим наш разговор с вами в следующей лекции. Надеюсь, что эта лекция вам понравилась. Спасибо. Спасибо.